привет друзья привезла вас еще в одно великолепное место роксвелл деревушка и вот такая церквушка сейчас покажу церквушка довольно живописная опять на возвышении стоит здесь грандиозный вид вокруг это холм это уже у нас недалеко от вентнера столько всяких разных мест столько всяких деревушек что вы знаете я эти места даже никогда не посещала раньше что еще меня удивляет в этих церквях в английских в англиканских что у них наверху всегда вот флюгель какой-нибудь и нет не крест а вот либо петушок либо еще какая-нибудь финтихлюшка но там здесь конечно вот это даже не крест видите просто написано что это запад восток север-юг такой обозначитель а часы работают состоящее время вот такой у нее фасад это даже наверное не черч а кассидрал это не церковь а собор я имею ввиду не знаю открыто ли церковь святого джона захожу в очередную церковь действующая англиканская и опять пустая хотя белый день крестильная купель и дальше основной проход главный к алтарю красивейшие витражи на окнах вот здесь мадонна с младенцем картина натуральная грандиозной раме но как вы видите вот церкви английские эти англиканские они никаких икон не имеют на стенах или вообще где-то где бы то ни было картины может быть и даже вот алтарь очень скромно выглядит в отличие от наших ортодоксальных церквей здесь все очень скромно но у них всегда есть орган действующий вот это говорят 15 века орган хотя смотрится он как новый здесь еще довольно красиво алтарь украшен даже есть вот видите распятия тут и святые какие-то еще но ни цветов ничего нет хотя у нас ну вообще-то до пасхи еще далеко церковь может быть убрана потом вот эти вот кресла лавочки это специально отдельно они стоят это для певчик здесь рядом с органом кафедра для проповедей я здесь ходила одна и вот вдруг зашла эта женщина одна единственная тоже и она меня так напугала так хлопнула дверью что я подпрыгну потому что обычно я всегда одна гуляю вот здесь еще такой церковный флаг или как он называется не знаю написано веке церковь святого джона sound джонс роксу это вот название деревушки даже не знаю что вам еще тут показать вот какое-то панно вышитое такое вот такая церковь к выхожу я из нее показывать особенно нечего вообще вы знаете я немного читала об этой церкви не знаю об этой ли потому что опять же церковь сан джонс очень много таких церквей если я правильно понимаю эта церковь основная двенадцатый век а потом она была 1800 каком-то году реставрирована немного перестроена вот здесь такой мемориал жертвам первой мировой войны знаете как я замечаю что здесь в основном у них первую мировую войну помнят и в основном только памятники и мемориалы о первой мировой войне ну а там немного подальше чапал какой-то чапал это семейная церковь маленькая нож коль скоро я сюда приехала сейчас подойду тоже посмотрю и англия в основном представляет из себя вот именно обилие вот таких вот малюсеньких вилоч как у них называется но деревушки по-нашему вот эти вилоч и ну по пять тысяч по четыре иногда по две тысячи жителей в этих маленьких деревушках проживают и это вот называется как бы маленькая англия основная большие города их не очень много а вот предпочитают люди жить вот вилочи таких везде можно встретить очень даже красивые большие дома наряду с маленькими какими-то бамгала здесь уже расцвела красавица черри черешня махровая она не имеет ягод это только для украшения ну вот она рядом еще одна я сказала вам что это чапал но здесь написано что это методис черч роксфоли если открыто зайдем покажу ну вот рядом с этой церковью маленькая часовинка такая сейчас я сначала в нее зайду посмотрю что там внутри ну здесь говорят у них просто собрание какие-то встречи ну да там собрание стыд и ты за клаус ну вот вышла женщина сказала что почему они собрались в маленьком этом чапал потому что эта церковь у нее обвалилась крыша и она закрыта уже давно уже не используется и вот опять вы знаете стала я спрашивать у нее расскажите мне пожалуйста какая какого века эта церковь какого века вот та сан джонс церковь она говорит я не знаю своему стыду не знаю здесь живу всю жизнь и никогда не интересовалась вот что я вам и говорю вот такой малюсенький коттедж опять с соломенной крышей против солнца не видно вот так вот очень живописный коттедж посмотрите вот попадаются такие вот просто жемчужины для меня я обожаю это наверное тоже 12 13 век судя по тому какие малюсенькие окошки там посмотрите наверху на втором этаже да и дверь маленькая здесь садик впереди вот опять цветет черри так как этот коттедж очень старый вы знаете тоже вот рассказала вам до этого но не знаю может быть кто-то не слышал вот такие малюсенькие окна у него да но если люди захотят увеличить эти окна то им не разрешают вот не знаю хорошо ли это потому что на если этот дом даже куплен в собственность опять же вы должны получать эту permission разрешение на перестройку и если это старый этот очень старый дом он считается историческим как наверное может быть и у нас уже охраняется государством и вам не позволят менять окна и менять облик вот этого вот домика such крыша such называется по английски очень красивый и и вот подошли ко мне опять эти англичанки стали мне про коттедж рассказывать что он старый но я сама вижу что он старый старый-то старая вот какого века сказали бы не знают они удивились что я интересуюсь очень были удивлены надо же что я так много знаю я стала им рассказывать что у нас еще баптист черчи есть вот методис черчи что такое они не в курсе сказали что все это христианские церкви но они не знают почему разные названия дальше туда по холму наверх эти все улицы этот роксвелл просто показываю вам дома вот и вот это вот красивое цветущее дерево не говорила вам опять эти деревья они продаются здесь в магазинах специализированных там же где цветы и стоит любое дерево хоть фруктовая хоть декоративная вот магнолий или черри вот эти вот 20 от 25 до 30 фунтов маленькие ну как маленькие вот метр пятьдесят такие вот деревца 25-30 фунтов можете покупать остатки красивой магнолий и вот здесь же рядом с центральной дорогой сейчас вам покажу повернусь немножко тоже очень часто вот такие вот walking place называется такие дороги для прогулок специально вот видите туда тянется дорога walking place прогулочная трасса такая тоже очень красиво очень живописно здесь внизу течет ручей если видно вам водичка вот она вдоль и дальше вот такая вот опять немного лесная зона но и продолжаются дома довольно большие живописные уже современные дома здесь а вот это вдоль ручья узнаете большие листья зеленые это черемша вот она уже растет но здесь я ее конечно рвать не буду потому что здесь рядом с дорогой очень много здесь черемши также мы ее рвем собираем специально в лесу там есть место и кушаем очень вкусный салат вот посмотрите здесь этой черемши видимо-невидимо просто заросли вот тут тоже расположился такой коттеджик современный двухэтажный здесь даже вот у него видите такая терраска и вот как раз этот ручей не знаю сыра наверное комары но вот живут люди комаров здесь не так много как у нас конечно на юге но попадаются они мелкие такие малюсенькие но тоже противные тоже кусается вот этот куст еще с красными цветами не знаю как называется очень красиво здесь он еще не очень много цветов на нем вообще бывает весь улеплен усыпан цветами красота вот еще я вышла посмотрите какой старинный коттедж обалденный и там у него над дверью фазан сделан фазан из настоящих перьев здесь цветущее дерево красивое садик перед домом как обычно хотела дальше пройти вам показать но к сожалению это я зашла в чей-то двор вот такой двор консерваторе опять застекленная и вот еще у нас расцвели уже blue bell называется вот эти цветы голубые колокольчики я постараюсь найти для вас место вы знаете здесь лес есть один которым просто ковром эти колокольчики постараюсь найти вас свозить красота просто наслаждение ну и здесь же вот пожалуйста вам бамбук растет тоже много часто можно встретить а дальше видите наша береза белая красавица все что хотите и вот такие красавицы маргаритки но и вот вы знаете друзья хотя мне и говорят что я могу гулять где угодно вам рассказывать что-то об англии все равно интересно мне говорят мои уважаемые подписчики но вы знаете мне все равно хочется что-то показать для вас необычное именно для этого я и веду свой канал чтобы как-то постараться вас удивить иногда мне это удается иногда не очень удается вас удивить но я стараюсь а в общем друзья на этом мой коротенький обзорчик я заканчиваю как обычно берегите себя всем удачи всего доброго пока пока